Всем привет! Меня зовут Коликов Григорий. Я являюсь бренд-менеджером по коммутации в группе компании Digis. И сегодня предлагаю вам немного пообщаться, ознакомиться с оборудованием компании Lightwear. Компания Lightwear является одним из ведущих мировых разработчиков для V-коммутации. С самого оборудования и завода все находится в Венгрии. И головной в офис компании, и само производство, абсолютно все железки, в том числе какие-то крепежи, полочки, все делается в Венгрии, все идет к нам оттуда. Все приборы Lightwear осуществляют попиксельную передачу сигнала без каких-либо задержек и сжатия, что позволяет сохранять нам оригинальное качество картинки. Наверное вы уже где-то слышали про Lightwear, но несколько напомню, что это оборудование устанавливается на различных объектах по всему миру. Армия флот США, салоны немецких автопроизводителей, ситуационные центры нефтедобывающих компаний, университеты, а также огромное количество ведущих мировых прокатных компаний используют это оборудование. Например, на Олимпийских играх в Пекине или в Сочи. Используют они это оборудование в первую очередь из-за как раз отсутствия каких-либо задержек. Линейка основных продуктов в компании Lightwear достаточно невелика. Это матричные коммутаторы фиксированной и модульной конфигурации, приемники-передатчики и всякие усилители, распределители, вспомогательные устройства. В первую очередь я хотел бы всем рассказать именно про новинки. Новинки это HDMI 2.0. Этот интерфейс настолько прочно вошел в нашу жизнь, что даже Apple TV имеет этот интерфейс HDMI 2.0, а он стоит 15 тысяч рублей. Поэтому Lightwear выпустила новую коммутацию. Начну с маточного коммутатора 8х8. Как вы видите, я на самом деле первым указал переключение без задержек. Это действительно так, но переключение без задержек не является бесподрывным переключением. Для бесподрывного переключения сигналов нам нужно использовать масштабаторы. Масштабаторы это какое-то изменение сигнала или задержка сигнала. Например, в лайф-шоу мероприятиях ни задержка, ни масштабирование просто недопустимо. Поэтому как раз таки в лайф-шоу мероприятиях все фирмы берут Lightwear. По всему миру. Можете загуглить, посмотреть соцсети, инстаграм по хэштегу Lightwear или даже их собственный инстаграм-канал. И там очень много фотографий именно с лайф-шоу мероприятий. Нет задержек. Здравствуй, лайф-шоу. Итак, про матрицу. 4К, 60 Гц, 4.4.4, 18 Гбит без какого-либо сжатия. Поддержка HDMI 2.0, а также всех интерфейсов ниже вплоть до DVI 1.0. Поддержка HDCP 2.2, HDCP 1.4 с возможностью конверсии. Эта матрица позволяет разделять нам 4К, 60 Гц на два выхода. То есть на вход берем HDMI 2.0, на первый выход и на второй выход получаем HDMI 1.4. 10 Гбит. 10 Гбит. 10 Гбит. Также на этой матрице эмбеддер, дембеддер звука, причем именно балансного аудиосигнала, преобразование 4.4.4 в 4.2.0, 4.2.0 в 4.4.4, встроенный веб-интерфейс управления PRS232, Ethernet, USB, ресинхронизация пикселей, знаменитая Lightwear, которая позволяет использовать на входе кабели длиной до 60 метров. Но остается один большой вопрос, где взять этот 60 метровый HDMI кабель. Расширенные настройки EDID. Сам по себе матрица компактная, тихая, она с активным охлаждением, но очень-очень-очень тихая. Ее можно крепить под стол в любой переговорах. Такие же матрицы Lightwear выпустил 16х16 и 24х24. Они несколько просто упрощены по количеству аудиоинтерфейсов. Если присмотритесь, то можно разглядеть вот на шасси, это будет только часть плаца аудио. Ко всему этому приемники-передатчики HDMI 2.0 по оптике. Без сжатия, без компрессии, без каких-либо изменений сигнала и задержки. HDMI 2.0, 4К, 60 Гц, 4.4.4, в 18 Гбит. По одному оптоволокну. Литой алюминиевый корпус, как можно рассмотреть со специальным крепежом под ленту Velcro или обычные пластиковые стяжки. То есть можно прикрепить сбоку к стойке, к какому-нибудь креплению ТВ-панели или проектора. Сразу же кабель питания USB, кабель HDMI. Сюда мы подключаем как раз таки уже оптику. Лайтвер на этом не остановился и сделал замечательное шасси для этих приемников-передатчиков. Одноюрнитовое маленькое шасси позволяет установить 8 приемников или передатчиков, вывести нашу нежную оптику в разъемы Neutrik Optical Con и использовать уже действительно такие кондовые кабели. Также это шасси питает все приемники или передатчики с одного разъема. Получается достаточно небольшая аккуратная инсталляция. Берем два таких шасси, 16 приемников, 16 передатчиков, берем матрицу HDMI 2.0, получаем 3 юнита, матричную коммутацию HDMI 2.0 с расстоянием передачи 600 метров от источника до матрицы, 600 метров от матрицы до средства отображения. 1200 метров в трех юнитах. По-моему это просто великолепно. Следующие приемники-передатчики видеосигнала по оптике HDMI 2.0 опять-таки, но уже более профессиональное прокатное использование. В нем уже встроенный Event Manager. Это простенькая система управления Lightware, то есть реагирование по событиям. Например, пришел сигнал по HDMI, послать команду PRS такует. Пропал сигнал по HDMI, послать команду PRS такует. Двунаправленный RS-232, также одна оптика. На каждом передатчике два входа HDMI, то есть встроенный коммутатор. На каждом приемнике аж три выхода HDMI. Первые два могут делить, так же как и матрица 4K сигнал на два 10-гигабитных потока. Третий выход это сплиттерный выход, просто на несколько устройств подать. Управление по Ethernet, по RS-232, по USB, так же без сжатия, без СИО. И если присмотреться, на нем есть вот сверху разъем под болт. Такой же есть сбоку, с той стороны. Это позволяет нам крепить приемники-передатчики таким образом на стандартных креплениях к прокатным фермам. Следующая серия UBIX. Это, честно говоря, вообще, наверное, эксклюзивные устройства, которые еще мало кто смог повторить. Это в одном корпусе приемник-передатчик и вместе приемник-передатчик HDMI 2.0 по оптике. Мы можем увидеть два входа HDMI, два выхода HDMI, оптическую часть. И так, в режиме передатчика два входа HDMI, проходные два выхода HDMI, два слота под SFP модули. Соответственно, можно использовать те виды оптики, которые вам удобны. USB-квм, аж три выхода гигабитного эзернета. А в режиме приемника у нас пропадают, в принципе, только два входа HDMI. Мы получаем два выхода. Также это устройство может использоваться точка-точка в режиме TRX. TRX режим двунаправленный. Возможно, одновременная передача и прием 4К сигнала. Серия UBIX может работать и вместе с коммутатором, как большая матрица. Также может работать как простой удлинитель AV сигнала. На данный момент готова UBIX серия HDMI 2.0, но в скором времени появится как DisplayPort 1.2, так и 12G SDI. Модульные матричные коммутаторы серии MX производства LightWare. LightWare выпускает 5 серий шасси. Это 9х9, 17х17, 33х33 без резервирования питания и с ним, а также 65-ю и 80-ю серии. Если что, вот все размерности. Никаких задержек кадров, никакой задержки переключения. Несколько переключений отрабатываются одновременно. Но это не бесподрывное переключение. Я вижу вопрос, будет ли сегодня демонстрация переключения HDMI без задержки. Нет, к сожалению, не будет, потому что у LightWare нет переключения бесподрывного. Без задержки мы не теряем никаких кадров. То есть все равно у нас возникнет черный экран, у нас возникнет подрыв, у нас понадобится ресинхронизация средства отображения и матричного коммутатора. Скорость этого будет зависеть, ну, в первую очередь, от средства отображения. Проверяли неоднократно. Например, дешевые проектора достаточно долго ищут сигнал. Если у нас что-то серьезное, крутое, то доля секунды. Но все равно это будет черный экран. Для модульных матричных коммутаторов серии MX доступны платы HDMI, DVI, DVI, Dual Link, Optica, HDBST, 3G, SDI, комбинированные платы и аудиоплаты. Совсем недавно в нашу жизнь с LightWare вошли именно новые платы входов двойные for TPS, for HDBST. А, for TPS, for HDMI. TPS это как раз таки HDBST от LightWare. Это не проприетарный протокол, он совместим со всеми остальными устройствами HDBST, как с проекторами, имеющими такой вход, так же, как и с приемниками-передатчиками, работающими по данному протоколу. Вот вопрос. Есть ли платы выхода SDI для данных матриц? Честно говоря, сейчас затрудняюсь ответить, но, насколько помню, нет. Насколько я помню, SDI будет на входе, но если вы мне напомните после мебинара свой вопрос на почту, я постараюсь посмотреть. Но, в принципе, LightWare.eu можно ознакомиться самостоятельно. У нас такой задачи пока еще не вставало перед нами. Так вот, двойные платы for TPS, for HDMI. Они позволяют на одной восьми портовой плате совместить как HDBST, парты передачи данных, так и HDMI. Это дает нам наиболее, ну, такую более масштабную возможность конфигурации матриц, потому что, например, на шасси 9х9 воткнуть просто две платы HDMI несколько несерьезно. Для них, конечно, в первую очередь нужны именно такие платы. Платы несколько отличаются друг от друга. Можно взять вот HDBST с HDMI, а также добавить к ним SPDI в цифровой звук. Можно добавить входы аудио, балансный аудиосигнал. Эти платы поддерживают удаленное питание приемников, да и передатчиков видеосигнала. В комплекте с этими платами идет внешний блок питания. Его, к сожалению, приходится крепить снаружи матричного коммутатора. Но подключаем к данному порту и без проблем приемники-передатчики видеосигнала питаются. Единственное, что не все приемники и передатчики совместимы с данным стандартом. У LightWare совсем недавно был стандарт питания 12 Вольт для приемников-передатчиков. Например, кто знаком с RX-10 и X95, это 12 Вольт. Чуть позже покажу новинку как раз замену 95-х для вот этих вот плат. Также для матричных коммутаторов отдельные платы звуковые, насколько помню, только на выход. Также эти матричные коммутаторы позволяют по Full HD сигнал принимать по HDMI на 60 метрах. Также я еще ни разу в жизни не встречал такой длинный HDMI кабель. Все-таки 25-30 метров на самом деле это реальное ограничение. Все модульные матричные коммутаторы LightWare имеют дополнительный вход и выход сигнала. В случае FR-17 это можно посмотреть на табличке. То есть сами по себе платы позволяют нам поставить 16 входов, 16 выходов. И на самой по себе матрице, на самом верху, вот здесь, у нас есть два DVI, которые изначально считаются предпросмотровыми DVI, но участвуют полностью в коммутации видеосигнала. Что на вход, что на выход. Таким образом, стандартная модульная матрица 8 на 8 у LightWare это 9 на 9, вместо 16 на 16, 17 на 17 и так далее. Кроме 80-го шасси, там будет просто 80 на 80. Все матрицы, модульные матричные коммутаторы поддерживают, так сказать, улучшенное управление EDID. Кроме того, что мы можем считать EDID со средств отображения, мы можем выбрать зашитые изначально в матрицу, а можем создать именно свои EDID. У меня на опыте инсталляции была такая проблема с кодеком ВКС, потому что, в принципе, все мониторы, все средства отображения, все источники сигнала поддерживали 1080, 60 Гц, также поддерживали 59,97, но не тот, не тот не елся матрицей. Пришлось там ставить из разряда 59,99 Гц, и тогда все заработало. Просто вот по матрице выставив EDID. Ну, слайд не совсем правильно назван, не специализированная система управления. В плане модульных матричных коммутаторов серии MX это специализированная расширенная диагностика сигнала. Поставив фирменную программу LightWare, подключив ноутбук к матрице, мы увидим вот такое вот поле, где у нас есть все входы, все выходы. Мы можем увидеть, что подключено, как кратенький EDID. Здесь посмотреть все параметры сигнала, а потом перейти на обкладку расширенных настроек и увидеть все, вплоть до напряжения на HD-BST линиях. Можем задать тест-паттерны на выходы. Можем увидеть все, в принципе, абсолютно все о сигнале. Это, ну, несколько помогает, наверное, при постройке действительно больших систем, когда мы идем на несколько этажей и объединяем на одну матрицу. Поддержка разрешения 4К от входа до выхода. Хотел бы уточнить, что на самом деле все модульные матричные коммутаторы серии MX это HDMI 1.4, то есть 10,2 ГБ. Все устройства, которые поддерживают HDMI 2.0, я вам перечислил чуть выше. Все, что идет сейчас, это уже 1.4, и, к сожалению, в ближайшем будущем обновление не планируется. Как минимум по той причине, что если мы используем тот же HD-BST протокол для HDMI 2.0, это обязательно сжатие сигнала и, соответственно, потеря кадров, потеря задержка. Новые матричные коммутаторы небольших размеров для небольших переговорок. Они есть размеры 4х2 и также 4х2 с поддержкой HD-BST. Это версия HT-200. В простой 4х2 это матрица 4 входа HDMI, 2 выхода HDMI. В HT-200 добавляется один вход TPS, ну, например, подключитель учеб или что-то в таком плане. Это также все HDMI 1.4. Упрощенное копирование настроек между матрицами, то есть заехали на объект, у вас там 50 переговорок одинаковых типовых, одну матрицу записали, скопировали настройку и пошли по всем матричным коммутаторам данным. Поддержка Long-Reach Mode 170 метров через порт TPS. Не уверен, что это в таких матрицах нужно, но главное есть возможность. Также производитель заявляет переключение без задержек, но это все равно подрыв. Надо об этом всегда помнить, потому что нам иногда пролетают вопросы, как вы обещали без задержек, но не без подрыва. Режим автовыбора входа, балансные аналоговые аудио входы и выходы. В принципе, все об этих матрицах вы видите на экране. Единственное, что хотел бы отдельно выделить, через эту матрицу можно отдельно управлять громкостью на аудио выходе. То есть, если мы подключаем сразу колонки, то, в принципе, все можно сделать через эту матрицу. Ее старший брат это 6х2. Практически все то же самое, но у нас всегда на входе будет 2 HDB-ST входа, 4 HDMI входа с балансными аудио входами. И отличаются вся эта серия HT, HT200, HT210, насколько помню, это просто 2 HDMI на выход, HDMI плюс HDB-ST и HDMI, и 2 HDMI плюс HDB-ST. HDMI и HDB-ST будут работать одновременно в режиме сплиттера. То есть, и там, и там мы увидим картинку. Позволяет, как предыдущая матрица, подмешивать RS-232 и ИК команды с LAN порта, то есть, например, с передатчика системы управления что-то можно послать в матрицу, она это увидит как событие, и по этому событию пошлет ИК или RS-232 команду. Соответственно, на самой матрице, например, можно расширить порты управления. Многие системы управления все-таки имеют ограничения по портам. Пример построения небольшой переговорки на серии 6х2, пару лючков для подключения ноутбуков, стационарный компьютер, какой-нибудь Blu-ray, если кто-то хочет фильм посидеть посмотреть. Такое все-таки бывает после работы, люди пробки пережидают, пошли в переговорку, посмотрели кино. Подключение VKS-кодека, акустики и двух средств отображения. Все легко, удобно. Это система управления. Приемники передатчики удлинителей сигнала по витой паре. Вся серия у нас будет HDMI 1.4. Самая простая, давно и хорошо всем знакомая серия HDMI TPS-TX RX95. Есть точь-точь такие же с DVI-портом вместо HDMI. Ничем не отличаются. DVI-порт это в данном случае просто HDMI распаянный на DVI-разъем, то есть с поддержкой всего и вся от HDMI. Единственное на разъеме, который можно аккуратно прикрутить и не беспокоиться о том, что кабель выпадет. Поддержка 4К 30 Гц 4.4.4, 60 Гц 4.2.0, то есть полноценные 10.2 Гб. Передача HDMI Ethernet RS-232 и ИК по одному кабелю витой паркой. Но вот здесь не совсем правильно написано. Если мы используем HDMI Ethernet RS-232 все это вместе, то прием передачи будет ограничен на 110-120 метров. 170 метров это Long-Reach Mode. Он будет передавать только видеосигнал. Переключается Long-Reach или не Long-Reach Mode на передней панели, так же как схема работы RS-232. Все на самом приемнике передатчики, подключаться с компьютера по USB к нему не надо. 100 Мбит Ethernet RS-232 двунаправленный ИК поддержка, аж 120 Гц 3Д видео. На самом деле этот режим входит в 10.2 Гбит, поэтому абсолютно любой HD-based приемный передатчик, который поддерживает 10.2 Гбит, позволит вам передать 120 Гц 3Д видео. HDCP 2.2, но HDMI 1.4. И да, специальный разъем с фиксатором. На LightWare вот этот обычный разъем питания, вы не просто вставляете в него кабель, еще поворачивая, фиксируете этот кабель, соответственно в стойке, нигде вы не беспокоитесь, что этот кабель питания у вас выпадет. Для подобных приемников передатчиков у LightWare есть специализированный блок питания, стоечный, он поддерживает питание 10 устройств по 12 В. соответственно, как вот для тех оптических приемников передатчиков, можно все организовать в REC-стойке аккуратно, без кучи обычных удлинителей и обычных розеток. Когда я говорил про новые платы для коммутаторов серии MX, где 4 HDBST и 4 HDMI, я упомянул про новую версию приемников передатчиков. Как раз таки вот 95 серия питается чей по 12 В, новая серия питается по POE. Они поддерживают как подключение 12 В к самим себе и передачи этого питания уже друг от друга. Можно питать, как и все с одной стороны. Если вы подключаете эти приемники-передатчики к матрице, к новым платам, если мы их подключаем вот сюда, то мы уже можем использовать 48-вольтовый вход на этих платах. Тем самым просто экономим место приемники, питание приемников-передатчиков. Также, в принципе, все остальные технические характеристики у них аналогичны 95-й серии. 4К-34-44 или 4К-64-2.0. DVI, HDMI, Ethernet, RS-232, ИК по одному кабелю, также режим Long-Reach Mode, также режим обычный, 110-170 метров, также 100 Мбит Ethernet, ну, никаких чудес. Следующая серия – это приемники-передатчики, просто передатчики по витой паре, UMX TPS. В принципе, это обычный 95-й передатчик, но в TX-120 у нас добавляется порт VGA, это управление с передней панели, либо авто-выбор сигнала источника, либо уже принудительно задаем первый или второй. Следующая версия – это TX-130. Здесь у нас добавляется DVI-вход и также уже GPIO. Учитывая фирменную систему, встроенную систему управления от Lightware, мы можем по событиям либо выдавать что-то на GPIO, либо подключить кнопки и просто уже выбрать вход-выход, спрятав передатчик сигнала. В 140-й версии добавляется еще DisplayPort и аналоговый балансный звук. Вершиной, можно сказать, будет передатчик-коммутатор аналоговых цифровых сигналов. Ну, это как бы он и есть. Просто расширенные вот характеристики. DVI, HDMI, VGA, DisplayPort, Audio, Ethernet, RS-232 и KGPIO. Все на нем. Пример использования достаточно простой. Благодаря встроенной системе управления подключили HDMI, ну, любой кабель от этого передатчика к ноутбуку. Передатчик увидел входящий сигнал, после чего послал команду на RS-порт, который подключен там к блоку реле. Мы выдвинули экран. Также сигнал пошел на 95-й приемник. От этого же передатчика пошли команды RS-ные на приемник, вышли с порта приемник, включили проектор, показали нам уже само по себе изображение. Есть задержка. В принципе, можно сделать очень-очень простенькую систему управления. Вот ее экран настройки. Event Manager. В этой части мы задаем событие. Нажатие кнопки. Появился сигнал, видеосигнал на HDMI первом входе или аудиосигнал на балансном входе. Абсолютно любой сигнал где-то появился. Здесь выбрали задержку перед действием. В этой части выбрали само по себе действие. Передать сигнал, переключить вход, включить проектор. 16-ричные ASCII команды. Все это прописывается достаточно просто и быстро. Как-нибудь в следующих вебинарах или на каком-то видео мы покажем вам обязательно, как этот Event Manager конфигурится, потому что в плане вебинара очень тяжело объяснить реальные возможности этого Event Manager. Также у LightWare появился недавно новый приемник. Если совсем недавно мы были ограничены приемником RX-95, и он использовался и для модульных матричных коммутаторов, и для просто передатчиков, для всего. Теперь у нас появился RX-110. На нем есть встроенное реле, то есть нам не нужен отдельный блок, мы можем оправдать слаботочные реле, и нам для управления экраном, скорее всего, потребуется подключать другие реле, но все-таки несколько удобные. У него есть аудиовыход и просто HDMI. То есть на этом приемнике уже можно построить действительно переговорку, не используя какие-то сторонние системы управления, не вырезая ничего лишнего в стол. Приемники-передатчики HDMI 200-й серии отличаются просто наличием проходного выхода. HDMI вошел, HDMI вышел, он же пошел по HD-BST уже на ту сторону. В 210-й, 220-й, 220-й появляется аудиовыход и GPIO. Так, секундочку, отвечу я вам на вопросы. Информацию о проблемах при диагностике можно куда-либо вывести для оперативного оповещения? Честно говоря, я лично не проверял. По-моему, в Event Manager есть email. Вот этот самый вопрос, если вам несложно продублировать мне почту, потому что на самом деле вопрос актуальный, я почему-то им никогда сам по себе не озадачивался, нужно обязательно проверить, и я вам сообщу, возможно ли эту информацию как-то вывести. Но, скорее всего, это будет проблема опроса от внешней системы управления. То есть мы матрицу запросили, что как там с HDMI первым, а она дала ответ, типа, все хорошо. Вот, продолжим. Также есть та же самая 200-я серия с дисплей-портом, то есть предыдущие это HDMI, эти дисплей-порт отличаются самыми первыми буквами наименования. А все это, опять-таки, будет 10,2 Гбит, то есть дисплей-порт 1.1 или HDMI 1.4. Пример использования, ну, совершенно обычная ситуация, когда нам нужен локальный выход и послать сигнал куда-то дальше. Приемник-передатчик-коммутатор TX240 с проходным выходом. Это совмещение UIMX 140-го и предыдущих проходных приемников передатчиков сигнала. Также HDMI 1.4, 4... Ой, 4... Дисплей-порт на входе, 2 HDMI на входе, DVI, отсутствует VGA. Но, я думаю, в современных системах это уже не так актуально. Проходной выход HDMI и HDBST. GPIO, вход, аудиовход, RS-232, передача ИК, настройка либо автоматического переключения между входами, либо принудительными. Это уже более серьезная система. Можно построить действительно крутую переговорку, вот просто без всего. Будет реагировать на подключение кабелей к передатчику. В окне кабель все заработало. Вытащили там, задержка 3 минуты, поставили для проектора, и само все закончится. Серия MODEX. Это оптические приемники-передатчики, работают только друг с другом и с матричными коммутаторами серии 25G. То есть, когда вы хотите поставить MODEX, про всю предыдущую линейку, про которую я вам рассказывал, можно забыть. Это совершенно отдельная часть. Приемники-передатчики MODEX. Это модульная конструкция. Единственное, собрать его у себя уже пришедшим нельзя. Собирается он на заводе, никак конфигурация не меняется. То есть, вы заказываете конфигурацию, ее собирают на заводе, прошивают, и так он будет существовать всю жизнь, в своей смерти. В принципе, я здесь это указал. Мы можем менять, как питание и выход оптики. Мы можем менять управление, мы можем менять звук, мы можем менять видео. В принципе, конфигурировать этот приемник передач. Смотреть, где и как его сконфигурировать, можно на фирменном сайте. buildyomodex.com Является профессиональным решением высочайшего качества. Поддержка передачи цифрового аналога видео-аудио, Ethernet, USB-KVM, ИК, RS-232, ну и соответственно видео-сигнала. Работает либо друг с другом, либо с 25G. Это действительно огромные модульные матрицы. К сожалению, производитель нигде во всем мире не публикует ни расценок, ничего про 25G. Мы знаем принципы его работы, но мы даже самостоятельно не можем ее сконфигурировать. Каждый раз, когда мы конфигурируем 25G, мы отправляем запрос производителю на проверку. Венгры настолько дорожат данной матрицей, что, в принципе, никого не допускают к свободной работе. В чем сам к себе смысл? Кроме того, что это действительно огромная матрица размером 80х80 до 160х160, эта матрица работает слоями. У нас есть слой видео, у нас есть слой аудио, Ethernet, KVM, IK, CEC, RS232. Это все медиаслои. При использовании каждого медиаслоя надо докупать лицензию. Но, в принципе, когда при полностью забитом матрице 25G, мы получаем совершенно независимую коммутацию абсолютно всех сигналов по слоям по нашему зданию. Соответственно, можно там первый этаж с последним связать, USB сюда, видео сюда, звук сюда. Все независимо друг от друга, но подрывно. 24 на 7 высочайшее качество отказоустойчивость, позолоченные контакты и все-все-все при ней. Такие, в принципе, любят использовать, очень сильно любят использовать в Арабских Эмиратах, в своих огромных зданиях. Как я говорил, 80 на 80 и 160 на 160. Есть конфигурации 80 на 125, 125 на 160. В принципе, все нужные нам видеосигналы от VGA до DisplayPort 1.1. И также это будет 10.2 гигабита, максимум HDMI 1.4. Ну, и давайте немного пробежимся по мелким устройствам Lightware усилители, EDID менеджеры, усилители, распределители и прочее подобное оборудование. HDMI 4K менеджер. Все устройства будут HDMI 1.4. сразу плата выхода 3G SDI если у 25 матрицы. Также по платам выхода, насколько помню, у 25G как раз уже SDI должен быть и туда и обратно. По поводу не допускают никого к свободной работе, но это шутка, конечно же, ее продают и все их покупают и используют, никакой аренды тут нет. Я имел ввиду, что сконфигурировать ее свободно и купить без присмотра от производителя не получится. То есть любой запрос на 25G серию он обязательно регистрируется у производителя и обязательно проверяется техническими специалистами производителя. То есть сможет она так сделать или не сможет. Венгры действительно дорожат этой технологии и проверяют абсолютно все возможные варианты использования этого. Поэтому купить ее втихаря, то есть заказать как-то что-то мы здесь соберем, сами поставим, сами наладим вряд ли получится. В собранном виде из Венгрии. 4К менеджер. Усиление по ходу, поддержка 4К UHD, то есть HDMI 2.0 ну и в принципе это просто крутой EDID менеджер, когда нам точно нужно быть уверенным, что устройство, источник сигнала выдаст нужное нам качество изображения. Все очень просто, подключили компьютер, подключили проектор, наладили либо через внешний интерфейс, вот здесь EDID выставили по табличке на корпусу указан, можно подключиться к компьютеру и проверить выставить с него. Нет, крутить сам он их не будет. DMEBEDER HDMI 4K кроме того, что он также позволяет управлять EDID как предыдущее устройство, он также имеет еще балансный аудиовыход и небалансный аудиовыход. Работают параллельно, можно использовать сразу вместе оба. Имеет кнопку обучения по EDID. Усилители и распределители у Lightware есть только 1 в 2, к сожалению у них не существует ни 1 в 4, ни 1 в 8, ни тем более 1 в 16, зато небольшие удобные один источник, два средства отображения есть точь-точь такие же 1 в 2 с аудиовыходом, как балансным, так и небалансным. Ну, честно говоря, вот и все, мы достаточно быстро пробежались по всему списку оборудования Lightware, я, честно говоря, убрал все старые устройства, то есть там DVI 1.0 матрицы и подобные, просто чтобы вас уже не грузить. Если у вас есть какие-то вопросы, можете написать сейчас в чат, можете записать мою почту, писать на нее в любое время, отвечаю, как только нахожусь в офисе. Я в процессе говорил, что мне очень хочу услышать вопросы в почту, но я их на самом деле перепишу по проблемам диагностики и был еще какой-то вопрос, что если не сложно, можете продублировать. Презентацию получить можно, можно в этом формате, можно в чуть доработанном, то есть это PDF-версия, есть версия с GIF-анимацией. Ну, вопросов не вижу на самом деле, так что если что, жду все на почту, вот она, можете переписать, я думаю, АВ-клуб если что, пришлет мой адрес. Всем спасибо, рад был пообщаться, хоть я никого из вас не видел, но надеюсь вам понравилось. До свидания. Субтитры